В эфире информационная программа «Панорама Севера». С вами Александр Цепнитов. Здравствуйте! Минувшей ночью в Архангельске горел Соломбальский целлюлозно-бумажный комбинат. Огонь потушили к утру. Жертв и пострадавших нет. Сообщение о возгорании поступило около трех ночи. Тушить пожар отправились не только основные пожарно-спасательные силы, но и резерв свободное отнесение службы. Всего около 100 человек, 24 единицы техники. К месту ЧП прибыла и 50-метровая автолестница из пожарной части Северодвинска. Северодвинска – самая высотная в Архангельской области. Горели четыре отопительных бункера высотой с девятиэтажный дом, в котором хранится щепа. Система транспортных галерей для подачи щепы – варочный цех ЦБК. Спустя три часа пожар удалось локализовать. Причины ЧП устанавливаются. Строительство социальных объектов – задача стратегической важности страны. О том, как решают ее в Архангельске, расскажет Артемий Заварзин. Еще недавно здесь гулял ветер, а совсем скоро будут прогуливаться новоселы – жители второй бочери домов на улице Конзихинской. В прошлом году там уже были построены три жилых объекта. Были расселены шесть аварийных деревяшек. Кстати, на Конзихинской домов теперь тоже шесть. И это только начало строительного пути. Значит, у нас здесь площадка есть еще по строительству шести домов. Мы определяем санитарную зону, решаем с ними. Если эта санитарная зона будет соответствовать, то здесь еще будет шесть домов. И мы вот этот завершим полный такой микрорайон, комплекс новых домов для социального жилья. Эстафету большого строительства подхватила и Цыгламень. Там также будет строиться новый микрорайон для расселения аварийных жилых домов. А их в округе около 800. Торги на возведение первых 13 секций уже прошли. После заключения контракта на общую сумму 490 миллионов рублей начнется строительство, по окончании которого квартиры получат жители 41-го аварийного дома. Ждут окончания работ и жители Майской горки, а точнее малыши. Уже 1 сентября свои двери для них откроют детский сад на 220 мест. В планах муниципалитета строительство садиков в Соломоле. Очень здорово, что есть дорожная карта федеральная. И по этой дорожной карте мы получаем федеральные средства. То есть софинансирование из муниципального бюджета, отчасти с регионального бюджета и с федерального бюджета. Наша позиция, которую мы уже в течение 6 лет ведем, возвращать бывшие детские сады в нашу систему и их ремонтировать. А здесь за 66 миллионов рублей мы приведем порядок и будет современный детский сад. И эта работа продолжится. Продолжается работа и в Северном округе. На стадионе Дюсша номер 6 скоро появится новое футбольное поле с искусственным покрытием. Общая стоимость проекта 135 миллионов рублей. Финансируется стройка из городского, областного и федерального бюджетов. Сейчас начинается установка покрытия для поля. А сдать объект строители планируют уже в этом году. Артемий Заварзин, Автограф дня. Мэрия Архангельская разработала проект жилого района «Майская горка». Здесь будут строить дома по федеральной программе «Жилье для российской семьи». Как известно, работы по подведению к дому коммуникаций очень затратны. Их можно было бы сократить, но инвест-программа «Мамуф Водоканал» до сих пор не утверждена правительством области. Моя коллега Елена Гончарова узнала о сложившейся ситуации у директора предприятия «Водоканал» Сергея Рышкова. У нас в гостях директор муниципального предприятия «Водоканал» Сергей Рышков. Сергей Валерьевич, здравствуйте. Здравствуйте, Елена. Сергей Валерьевич, в чем суть принятого решения об определении ориентировочного тарифа на подключение к сетям водопровода? На этой неделе состоялась коллегия агентства по тарифам и ценам области, на которой действительно была утверждена плата, ориентировочная стоимость при соединении одного кубометра по водоснабжению и по канализации. Суть этого решения в том, что на сегодня «Водоканал» сможет выдавать технические условия застройщикам на проектирование строительства и жилых домов, и иных зданий, для того, чтобы все-таки подводить к этим домам водопровод и канализацию. А что такое технические условия и зачем они нужны застройщикам? Технические условия на присоединение к сетям выдаются застройщикам, для того, чтобы выполнять проектирование наружных водопроводных сетей и определять вообще мощность по зданию. Кроме этого, технические условия нужны ресурсоснабжающие организации, в частности, это «Водоканал», для того, чтобы определить мощности, подводимые к зданию по сетям. Мы должны создать их на границе земельного участка, ну и, соответственно, при подключении здания должны обеспечить здание водоснабжением и водоотведением. Застройщик перед тем, как проектировать какое-либо здание, в том числе и жилой дом, обязан определить нагрузки и обязан спроектировать наружные водопроводные сети и сети канализации. Он обращается за разрешением на строительство в департамент градостроительства мэрии, где получает все необходимые согласования и получает указания о том, от кого ему необходимо получить технические условия. В том числе, это тепловые нагрузки, это нагрузки по электричеству и нагрузки по водоснабжению и водоотведению. После этого застройщик обращается во все ресурсоснабжающие организации с требованием получить технические условия. Если такая возможность есть у коммунальной организации, технические условия выдаются. Если такой возможности нет, то в инвестиционную программу организации коммунального комплекса вносятся соответствующие изменения. Эти изменения должны быть утверждены Министерством ТЭК и ЖКХ области, определена стоимость присоединения такого объекта агентством по тарифам и ценам, и после этого также должны быть выданы технические условия. После этого проектировщик этого объекта может приступить к проектированию, к определению нагрузок, к определению размещения объекта на участке и так далее. Сергей Валерьевич, а скажите, а какие есть конкретные объекты? На сегодня у нас имеются заявки на 44 многоквартирных дома, 16 заявок с прошлых лет, которые мы сможем продлить, и застройщики смогут продолжить проектирование. 23 заявки мы получили в 2013 году и 5 заявок в 2014 году. Кроме этого, есть и объекты инфраструктуры. Это два детских сада на 280 мест каждый, реконструкция аэровокзала в аэропорту Архангельск, легкоатлетический Манежного Равина, бассейн на стадионе Буревестник. И в первую очередь, конечно же, мы рассматриваем перинатальный центр на территории областной больницы. А каковы, на Ваш взгляд, в связи с утверждением тарифов перспективы развития 6-7 микрорайона и в целом жилищного строительства? Вообще, в целом, на сегодня очень много заявок, по которым мы вынуждены были отказывать выдачу технических условий в 2013-2014 годах. Более 44 жилых домов. Это мы берем только крупную застройку. В первую очередь, это 6-7 микрорайон. И точечные объекты Варавина, Соломбола, Маймакса. 6-7 микрорайон, я сказал, что является наиболее крупным. Сегодня есть 5 заявок по участкам от мэрии и есть от индивидуальных застройщиков по жилым домам, по отдельным. Также в микрорайоне 6-м также имеются 3 заявки. Поэтому по 8 жилым домам мы сможем выдать технические условия. А когда правительство области планирует утвердить инвестиционную программу? Инвестиционная программа водоканала может быть утверждена к декабрю этого года. До этого времени мэрия утвердит схему водоснабжения города и схему водоотведения. После этого депутаты ее рассмотрят, пройдут общественное слушание, будет сформирована новая инвестиционная программа предприятия. Я думаю, что в октябре-ноябре текущего года мы ее подадим на утверждение. И до 25 декабря агентство по тарифам и Министерство ТЭК и ЖКХ смогут ее утвердить. А могут ли застройщики начать проектировать сети, чтобы попасть в федеральную программу «Доступное жилье российской семье»? По данной программе также застройщики могут к нам обращаться. Ориентировочная стоимость на сегодня определена. Мы сможем им выдать информацию и о стоимости, и о технических условиях, об условиях присоединения их объектов. Сергей Валерьевич, я благодарю за Ваш комментарий. У нас в студии был директор муниципального предприятия «Водоканал» Сергей Рыжков. 60 лет посвятили друг другу Тамара и Георгий Жуковы. Супруги уверены – это только начало пути. Бриллиантовых юбиляров сегодня чествовали в Архангельском ЗАГСе. Марш Мендельсона для этой пары звучит не впервые. Но, как и в 1954 году, Тамара Федоровна от волнения не сдерживает слез. В этот день, 60 лет назад, она связала свою судьбу с Георгием Жуковым. Так родилась эта семья. В день свадьбы мы ходили, у нас был букет сирени, в тот день нарвали. И была фотография, где мы сидели с сиренью после свадьбы букеты. И собака была у нас, нога ховчарка, тоже держала веточку сирени. Так что сирень мы вспоминаем, как наш цветок молодости. В 17 лет Георгий Александрович ушел на фронт, служил в артиллерии заряжающим. После войны в вечерней школе познакомился с одноклассницей Тамарой. Вместе молодые люди учились в институте на факультете иностранных языков. А затем посвятили себя педагогике. Историю жизни семьи Жуковых вновь вспоминали в стенах ЗАГСа. В книге записей актов гражданского состояния супруги, как и 60 лет назад, оставили свои подписи и обменялись кольцами. Бриллиантовые ювеляры поделились секретом семейного счастья. Любовь должна быть на первом месте. Уважение. Внимание друг к другу. Внимание. Уважение. Куда бы ни пошли, куда бы ни поехали, что бы ни стали делать, мы все время вместе, всю жизнь вместе. Среди почетных гостей – мэр Архангельска Виктор Павленко с супругой Галиной Александровной. В октябре этого года они тоже отметят юбилей – 30 лет совместной жизни. Семья – это основа общества. И вы пример тому, как надо жить, любить, честно трудиться. Ваш юбилей – 60 лет большой истории нашего города. История вашей семьи – она многогранная. Поэтому вот из таких историй складывается история нашего города. На память о встрече городоначальник подарил супругам настольные часы. Они будут отмерять следующие счастливые годы сменой жизни Читы Жуковых. Мария Воробьева, Олег Ширяев. Панорама Севера. В Архангельске готовят к изданию второй том книги памяти. В него войдут 130 историй о ветеранах боевых действий на Кавказе, в которых участвовало более 3,5 тысяч жителей Поморья. 25 архангелогородцев погибли. Хотелось бы, чтобы будущее поколение помнило, что были такие войны, как война в Афганистане, контр-арчистская операция на Северном Кавказе, другие локальные войны и военные конфликты. И хотелось бы увековечить наших ребят, рассказать о них, какими они были, какими они росли, чем увлекались, что для них была жизнь, рассказать об их подвиге, и чтобы память о них жила вечно. А это именно как раз книга памяти. Материал для второго тома собран, но необходимо проделать большую редакторскую работу. И здесь, без помощи журналистов, краеведов и всех тех, кто интересуется историческим прошлым своей страны, не обойтись. Получить дополнительную информацию и оказать посильную помощь можно, обратившись по адресу Гайдара, 17, Общественная благотворительная организация «Долг» или по телефону 20 44 11. Продолжаем выпуск. Совершить экскурсию от Камчатки до Сахалина скоро смогут все жители и гости полуострова Крым. Именно там, по итогам Всероссийской акции «Аллея России», планируется создание уникального парка, в котором будут представлены растения из всех климатических поясов страны. Зеленые символы поморья тоже участвуют в акции. Лето они встретили на территории Архангельского лесничества, а вот уже осенью кто-то из них отправится в Южные Широты, на полуостров Крым. Они – это вечно зеленые сосна, ель, можжевельник, а также красавица береза. Кандидаты от нашей области для участия в акции «Аллея России», проголосовать за которых уже можно на специальном сайте. Есть от нашей области и еще одна участница. Претендует занять свое место на «Аллее России» и любимая северянами брусника, кстати, лидер голосования на сегодня. Сейчас ягоды как раз набирают цвет, и возможно, что плоды кустарника уже в сентябре будут собирать жители Севастополя. Именно там, как подарок жителям полуострова Крым, и будет создан Всероссийский парк растений-символов. Лесники включили бы в число претендентов и других представителей поморской флоры. Я бы добавил, конечно, лиственницу, но в данном месте оно не представлено, это дерево. То есть произрастает у нас севернее и южнее. Какой из пятизеленых уроженцев поморья будет произрастать южнее, решится в сентябре, когда будут подведены итоги голосования. В нем уже приняло участие более 300 жителей области. Свои предпочтения озвучили и первые лица региона. Ну, если честно, я голосовал за сосну. У меня около дома, в деревне, там, где я родился, вырос, стоит многовековая сосна. И поэтому я очень часто, так сказать, сижу под ветками в тени этого дерева, и вот я считаю однозначно для меня это сосна. Солидарны с министром и горожане. Ну, потому что она мне больше нравится. Она очищает воздух. Подходит больше как символ нашей Архангельской области. Решить судьбу главного зеленого символа области на сайте акции может каждый. Торжественная посадка растений на Аллее России состоится осенью этого года. Местом размещения сада станет Севастопольский парк Победы. Артемий Заварзин, Сергей Минин, Панорама Севера. В рубрике «Открытый город» прямые трансляции спортивных матчей, юбилейных дат, важных событий Архангельска. 5 июля в культурном центре Рикосиха по случаю 85-летия Приморского района состоится праздничное театрализованное представление. 6 июля состоится праздничное гуляние «День Маймаксы», посвященное 430-летию города Архангельска. Трансляции этих мероприятий можно посмотреть на телеканале ПС. Видеозаписи, концертах и торжественных мероприятий вы можете приобрести в редакции телеканала ПС. Звоните 656326. Весь город на вашем экране. Только на круглосуточном городском телеканале ПС и в сетевизоре портала «Правда Севера». Уже 5 месяцев в Архангельске работает круглосуточный городской телеканал ПС. Прямые трансляции спортивных матчей, концертов и самых интересных событий города, новости и встречи с интересными людьми. Что делает телеканал ПС популярным? Мы спросили у архангелогородцев. Если подняты живо трепещущие вопросы на данный день, и в обсуждении этих вопросов принимают участие люди, известные в городе Архангельске. Потому что всегда интересует мнение людей известных, людей чем-то популярных в городе. Всегда сравниваешь свою точку зрения с точкой зрения этих людей. Интересным его делает актуальность вопросов, которые он затрагивает и раскрывает. Если в Архангельске актуальные темы ЖКХ и молодежь, эти темы надо затрагивать. Больше обобщать, чтобы молодежь больше знала, как мы живем, что мы хотим, какие недостатки у нас есть. Я так думаю. У вас панорама Севера личная, я ее люблю, я ее каждый день смотрю. В первую очередь это местные новости, регион, где мы живем. И то есть мы узнаем первыми, не из областных, а с местных. И то, что вы показываете такие моменты, что, ну, допустим, я местный житель, и я не могу их видеть. А по телевизору, по местному я всегда посмотрю с удовольствием. Далее в выпуске новостной дайджест. Коротко о главном. Вчера с космодрома Плесецк стартовала ракета «Рокот» с тремя российскими космическими аппаратами связи «Гонец-М». Пуск ракеты-носителя легкого класса прошел успешно. Система «Гонец» предназначена для предоставления услуг персональной связи, в том числе данных спутниковой навигационной системы «ГЛОНАСС». Всего до 2015 года планируется запустить шесть таких аппаратов. Пуск другой ракеты-носителя «Ангары» был сорван 27 июня из-за поломки. В 17-й раз в областном центре проведут итоги конкурса «Архангельское качество», который является региональным этапом федерального конкурса «100 лучших товаров России». В этом году заявки на участие подали более 50 предприятий области. Из 114 товаров и услуг, представленных на региональном этапе, 25 новых. Торжественная церемония подведения итогов конкурса «Архангельское качество» состоится 18 июля. Все лето в музее «Малые Карелы» будут проводиться мероприятия в рамках проекта «Ожившие ремесла». Пройдут мастер-классы по орнаментальному вязанию, плетению и традиционной северной набойке. В эту субботу, 5 июля, все желающие могут стать участниками мастер-класса «Плетение куклы-козули», а 6 июля пройдет мастер-класс «Орнаментальное вязание». Кроме того, в музее будут продемонстрированы ткани поясов, резьба по дереву, создание каргопольской и самовской глиняной игрушки. В Новодвинске прошла акция «Узнай свой статус». Все желающие могли бесплатно сдать кровь на исследование заболеваний, передаваемых половым путем гепатит и ВИЧ. Подробности в сюжете наших новодвинских коллег. Курение, алкоголь, наркотики являются на сегодня самой острой проблемой человечества. К сожалению, последние губят организм быстрее всего. Данные Минздрава России показывают, что большая часть подрастающего поколения имели дело с наркотиками хотя бы один раз. А значит, становились потенциальными распространителями инфекционных заболеваний, в большей степени гепатита. Чтобы не допустить подобного, члена молодежного совета совместно с администрацией города и Новодвинской городской больницей провели акцию «Узнай свой статус». Горожане могли бесплатно сдать кровь на исследование заболеваний, передаваемых половым путем. В акции «Узнай свой статус» я принимаю участие первый раз. Это для меня очень важная акция, не только для меня, но и для всех, не только для молодежи, а также для взрослых. Каждый должен знать о своем здоровье. Но для меня нет повода волноваться, так как я являюсь донором, и поэтому у меня все отлично. Волнения не было, кровь брали из вены. Чувствую себя отлично, дологражения нет. Эта акция проходит не первый год. В прошлом году приняло участие в этой акции более 40 человек. Кровь на обследование сдают добровольно, без страха. Все хотят поинтересоваться о состоянии своего здоровья. После обследования ответы можно узнать в кабинете номер 5 городской поликлиники. Кроме того, члены молодежного совета Международный день борьбы с наркоманией раздавали новодвинцам предупреждающие листовки. Слишком много стало наркоманов, курильщиков. Мне просто не нравится вот это. Я и решил всем помочь. Я веду некоторые беседы иногда с однокопниками, иногда с кем-нибудь, просто чтобы показать тем, что лучше не курить, а просто заняться примерно даже можно спортом. Организаторы акции надеются, что новодвинская молодежь прислушается к их призыву и сделает правильный выбор, в котором наркотикам не место. В Архангельске разыграли кубок Федерации волейбола города. Боролись за трофей как профессионалы, так и любители пляжной разновидности этой игры. Подробности у Алексея Карельского. Эти люди могли бы руками гвозди забивать, но пока пускают энергию в мирное русло, точнее спортивное. Волейболисты-пляжники отметили юбилей Архангельска с размахом, причем не только рук. Более 50 мужских, женских и смешанных команд в течение двух дней и рекордных 170 матчей пропесочивали друг друга в районе площади мира. Борьба шла не только за кубок Федерации волейбола города Архангельска, но и за очки по итогам этого турнира. Это второй тур Кубка региональной волейбольной ассоциации Архангельской области, Кубка по пляжному волейболу. Сегодня играет 16 женских и 15 мужских команд. Из разных городов Архангельской области, естественно, Архангельска, Новодвинска, соседи наши, приехали волейболисты из Анеги. Организаторы дали возможность попробовать свои силы и побороться за призы как профессионалам, так и любителям в отдельных зачетах. Хотя деление это весьма условно. Дарья Осипова и Алина Федосева не первый год изучают нюансы волейбола в первой детско-юношеской спортшколе. Но на пляжном уровне, по сути, новички. Мы играем вместе сегодня в этой паре первый раз в День города. Сегодня очень много соперников, потому что это не детский турнир, а женский. И есть намного сильнее спортивники, с которыми надо бодаться и бороться. Новичкам, как говорится, везет. В первой встрече Дарья и Алина соперников пободали. Однако до решающих стадий турнира им добраться не удалось. Викторию в группе профессионалов праздновала пара в составе двух «Юль». Сафроновой из Северодвинска и Власовой из Архангельска. Среди любителей отличились представительницы города Корабелов Алина Колупаева и Нелли Дерягина. В мужской части состязаний победа досталась архангельской команде «Триумф» Сергею Жаботинскому и Вадиму Караганову. В зачете любителей на верхнюю ступень пятистала почета взошли еще одни хозяева площадки – Егор Куришов и Виктор Попов. Впереди у пляжников третий туркубка ассоциации, который пройдет в Новодвинске 5 и 6 июля. Финальный этап состоится в Архангельске 12 и 13 июля. Алексей Карельский, Руслан Симушин, Панорама Севера. Далее в выпуске информация о курсе валют на 5 июля. По данным Центробанка на 5 июля курс доллара США составит 34 рубля 32 копейки, курс евро 46 рублей 69 копеек. Это была Панорама Севера. А я, Александр Цепнитов, с вами прощаюсь. До встречи. В Вельске 5 июля переменная облачность, временами дождь, плюс 17-18. В Котласе будет облачно с прояснениями. Небольшой дождь, 20-21 градус тепла. В Мирном в субботу переменная облачность, возможен дождь, гроза, плюс 16-21. В Новодвинске облачно, дождь, возможно гроза, плюс 16-19 градусов. В Архангельске 5 июля облачно с прояснениями. Днем небольшой дождь. Ветер западный, умеренный. Температура воздуха ночью плюс 13, днем до 20 градусов тепла. Атмосферное давление будет расти. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин